Всем привет, дорогие мои рукодельницы! Приветствую вас на моем канале. Хочу поздравить всех с наступившим 2018 годом и наступающим Рождеством Христовым. Желаю всем счастья, добра и мира в ваших семьях. Сегодняшний мастер-класс будет необычный. Он будет совместный с каналом Носова. Это уже второй у нас совместный мастер-класс. И хочу вам сказать, что Носова Дашенька замечательная юная рукодельница, которая делает очень интересные работы. Хочу вам сказать, что многие даже уже взрослые рукодельницы не делают так аккуратно и интересно свои работы. Уже много мастер-классов на ее канале. Заходите, смотрите, обязательно поддерживайте лайками ее работы. Ссылочку я оставлю на ее мастер-класс в описании под этим видео. Поддержите, пожалуйста, юную и талантливую рукодельницу. А сегодня мы сделаем с вами вот такие интересные, замечательные бантики. Очень нарядные, которые делаются очень-очень просто и быстро. Длина таких бантиков 10 сантиметров. Если вам понравились такие бантики, оставайтесь со мной. Для того, чтобы сделать нам такой бантик, понадобится из инструментов линейка, ножнички, пинцет, зажигалка, ниточка с иголочкой, клеевой пистолет. И если у вас есть терморезочка, как у меня, можете использовать ее. Очень будет удобно. Ссылочку на продавца терморезочки оставлю в описании под видео. Из материала нам понадобится вот такая красная атласная ленточка с интересным узором ромбиком. Ширина такой ленточки 2,5 сантиметра. А длина 22 сантиметра. Таких отрезочков нам полностью на весь бантик понадобится 4 штучки. Также понадобится белая атласная ленточка с люрексовым краем. Ширина ее 2,5 сантиметра и длина тоже 22 сантиметра. Таких отрезочков нам понадобится 3 штучки. Затем понадобится нам вот такая вот серединочка, которую я сделала своими руками. Ссылочку на мастер-класс таких серединочек я оставлю в описании под этим видео. Также понадобится резиночка, так как этот у нас бантик на резиночке. И вот это все минимальное, что нам нужно для нашего бантика. Приступим к созданию нашего бантика. Для начала сделаем нижний бантик. Это обычный бантик, но с тремя ленточками. Определяем серединочку. И я здесь легонечко аккуратно разогрею ленточку, для того, чтобы было видно саму серединочку. Сделаю это со всеми нашими отрезочками. Затем по очереди на ниточку соберем все наши отрезочки. Вот таким образом нахлёст к центру и скрепляем ниточкой с иголочкой. Красную ленточку на края, а белая ленточка у нас будет по центру. И продеваем последнюю ленточку. Продели последний отрезочек. Теперь стягиваем хорошенько и закрепляем ниточкой. Теперь берем наши ленточки, красную и белую, изнаночными сторонами внутрь, соединяем их между собой. Я вам показываю на зажигалке. Второй отрезочек я аккуратно обрезала с помощью терморезки. Это очень удобно. Вот видите, соединила два отрезочка. Берем отрезочек наш. Смотрите, если вы хотите, чтобы, как у меня в этом случае, красная ленточка была, как говорится, сверху, вы складываете красной ленточкой вовнутрь. Вот таким образом. Складываем пополам. При этом определяем нашу серединочку. Я прижигаю зажигалочкой, для меня это удобнее. Теперь возьмем пальчиками вот так за обе стороны и закладываем одну сторону на другую. При этом у нас образуется вот такой острый треугольничек. У вас должна вот эта вот полосочка как раз по центру. Теперь что мы делаем? Этот отрезочек, который находится под низом, мы заводим кверху параллельно этому треугольничку. Вот так. Второй отрезочек мы берем, выворачиваем внутрь и заводим точно так же его кверху. Но ставим не параллельно вот этому отрезочку. А он получается параллельно вот этому треугольничку, где он заканчивается. Вот так. Переворачиваем отрезочек наверх и обрезаем маленькую часть нашего треугольничка. Совсем-совсем немножечко. Я вам показываю ножничками, вы можете сделать на тайморезке. Вот такой у нас получается заготовочка. Второй отрезочек. Начало мы делаем точно так же. Складываем пополам, прижигаем и теперь что мы делаем? Тот отрезочек мы делали, заводили в одну сторону, влево, а теперь мы накладываем в обратную сторону. Смотрим опять, чтобы у нас было ровно по центру. Теперь что мы делаем? Опять тот отрезочек, который у нас под низом, заводим наверх параллельно. треугольничку. Второй. Опять берем за край, выворачиваем внутрь и заводим наверх. Параллельно нашему треугольничку. Точно так же обрезаем сам краешек нашего треугольничка. Для того, чтобы у нас ленточки, так как это атласная ленточка, она немножко скользкая, она может просто разъезжаться ленточки между собой. Я что делаю? Я беру, капаю капельку клея, совсем немножечко, и соединяю их между собой. Тогда у нас точно не будет ленточка двигаться и будет аккуратно держать форму. Обратную сторону, вот это здесь краешек, мы так же закрепим клеем. Капельку клея. Вот у нас элементы нашего бантика уже готовы. Мы можем собирать полностью весь бантик. Наносим на один край. И на второй край. Вот у нас получается такая бабочка. . и закрепляем ленточкой вот и готов наш бантик бантики получаются маленькими и аккуратненькими такие бантики можно делать в любом цвете с любыми серединочками длина такого бантика выходит 9,5 сантиметров вот и все на сегодня дорогие мои рукодельницы если вам понравился сегодняшний мастер-класс ставьте лайк подписывайтесь на мой канал вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов не забывайте нажимать на колокольчик вы будете первым получать уведомления о моих новых видео ну а на сегодня всем пока пока